Музыка Итак, короче, отжиг начался. Блогер под рюкзаком, 30 маршрут. Сейчас времени Красноярского, времени 3 часа. Это означает, что ровно 23 часа назад я проснулся и до сих пор не спал и только что сейчас поел. Короче, мы приехали в базу, горное настроение. Уже нам выдали как бы нашу экипировку, кто с какой пойдет. У меня это рюкзак от Novotour Tibet 90 и спальник Sibirh версия 2. Вот спальнику я особенно рад, потому что мне нужен был достаточно теплый спальник с комфортом минус 5 градусов. Это как бы ништяк, я очень рад. Все, короче, завтра буду вещать, потому что реально я долго не спал. А вот еще бандану, короче, мне выдали. Ну, бандана прикольная. Бафф! Я давно хотел на лыжах кататься, как бы надо. И вот я сланцы купил. Дерьмовые сланцы. Купил, короче, бегом, потому что свои не взял. Ну, хрен знает, они мне может тоже понадобятся. Короче, все нормально. Сейчас я сниму свои щи, чтобы было видно, насколько они утомлены. Реально, через час будет ровно сутки, как я проснулся. То есть я уже не спал сутки, круто. Но это, на самом деле, мне не нравится. Перед походом так как бы заморачиваться, наверное, не стоит. Все. Я уже говорил, Республика Адыгея. Завтра днем будет какой-то материал. Вот там сейчас я пойду, я кратко покажу вот эту всю толпу. Да нет, короче, не буду показывать. Хрен знает. Потом еще будет куча времени, когда можно будет увидеть участников. По красноярскому времени сейчас 11.22. По местному что-то совсем рань, короче. Я вышел и увидел вот это. Сейчас я затемню тут, что-то сделаю. Будет видно вон те дальние горы. Реально, это абзац. Вот удивление на них приходит тогда, когда утром ты, короче, приехал. И, ну, в темноте ты не видел по приезду ни хрена. Потому что, ну, ночь там, все дела. А вот сейчас ты в новое место, короче, приехал. Реально. Вот это Сибирь. А, вон там еще, я смотрю, короче, горы. Все. Так, ночевал я вот этот домик. А вон там соседний, вот там я, короче, ночевал. Да, ну, тут вообще абзац. Тут вообще настолько все по-взрослому. Какие-то там люди что-то медитируют, какой-то там фигней занимаются. Ну, нормально, короче. Вот что это они делают. Короче, надо сюда ехать, чтобы вот так вот угорать просто. Нивы здесь. Все, нифига. Я говорю, я думал, что мы вокруг леса, в окружении леса. А на самом деле нет. Люди еще все спят, наверное, короче. Ну, я уже кое-как себя заставлял спать. Иду вон туда вниз смотреть, на видовку. Вот эта вот смотровая находится прямо вот так. Ну, видно, да? Чисто вообще над ущельем. Причем очень высоко. Как-то мне кажется, это небезопасно. Потому что вот идешь по доскам и там внизу все видать. А, она закрыта под замок. Вообще нормально. Все, хрен с два я туда залезу. Ну, и горы как бы вот эти все местные. Я говорю, как бы тут отжига какого-то не получится снимать по той простой причине, что как бы тут снимать вот только вот виды, там все прочее. Нет, не очень хорошо получается. Ну, где-то здесь, наверное, гора, на которую мы пойдем. Такие вот утесы. Батарейка замигала. Все, мы сейчас что-то собираемся. Там все жопу мнут, я так понимаю. Все эти блогеры известные манут жопу как надо. Я пытаюсь в туалет найти, короче, под открытым небом, чтобы там не грохотать по дому, не ходить. Но я что-то хрен знает. Сейчас я пообхожу здесь все. И мы куда-то сегодня, наверное, попрем. О, знаете, до сих пор там угорают. Фига какая-то. Еще вот эта Нива мне белая понравилась. Я вот хочу себе такую же. Я бы хотел новую Ниву и всю ее вот так вот затюнить. Не для бездорожья, а просто, чтобы она радовала глаз. И меня, как любителя Нив. Вот я еще тут что нашел? Дрова, короче. Ну, тут реально все вот так прикольно, как бы. Ну, то есть, не надо думать, что тебя здесь греть будут. Исключительно обогревателями. Тут, наверное, дрова есть там для каминов, вот эти для печенья. Вот это мне нравится, это мне приятно. Вот по такой дороге мы вчера поезжали, подъезжали. И мне казалось, что тут она гораздо хуже. А здесь вот такая чудесная дорога идет прямо до базы. Ну, прям мы там свернули с какого-то асфальта такого. Ну, тоже, по-моему, достаточно невнятного асфальта, но беспроблемного. И вот здесь приехали по этой горе. А вот на что я хотел обратить внимание, это на лес. Лес здесь совсем другой. Я не знаю, везде он такой. Но, на мой взгляд, это не лес. Это деревья, деревья, деревья. А вот лесной подстилки, опять же, каких-то буреломов я почему-то не вижу. Я почему-то уверен, что здесь ходить, ну, проще простого. Посмотрим, как вот дальше развеются мои сомнения или нет. Он очень темный внутри. Камера наверняка передает излишки цвета. Излишки света даже, я бы так сказал. На самом деле, он такой темный, как в сумерках, наверное, за 40 минут до полного затемнения солнца, до полного заката. Пофиг, я, короче, решил поломиться в лес, просто посмотреть, ну, что это такое, что это за лес такой. Ну, вообще, как бы, не знаю. Это, наверное, он здесь такой. Может, его тут разрабатывают, что-то тут его расчищают, пытаются или что, но не похоже. Ну, запах, запах этих лесов, да, он какой-то необычный. Вот, например, стоит еля-лепехтая. Сейчас ее посмотрю, она такая же, как у нас, сибирская. Нет, нифига, тут вообще какой-то жескач. Это что, дубы, что ли? Я просто хрен знает, я ни разу не видел. О, нифига, она странная какая-то. Я штаны закасал, все, чтобы, если клещ, чтобы они обломались, чтобы по штанам хотя бы пошли. Да, что же делать-то, столько много снимать придется. Как бы у меня вообще батарея у меня осталась. Так, это что за дерево вообще, не пойму. На ощупь-то оно прикольное. Вот такую ракушку-приколюху нашел. Ракушку-приколюшку вот такую нашел в лесу. Я сначала думал, что это какая-нибудь пробка, крышка. Например, там от кастрюли, от какой-нибудь еще что-нибудь. А это реальная ракушка. Еще вот такие ягоды нашел на вьюне. Вьющееся такое растение с такими ягодами. Да, хреново быть обычным человеком, который вот об этом, о природе, которая его окружает, знает очень мало. Очень хреново. Но хочется знать, что это вообще. Да и вот какую Ниву я увидел. Вот только что показывал свою мечту. И вот сейчас показываю, какая у меня. Реально ничего общего. Но я люблю свою Ниву. Она у меня рубиновая. Я ей рад. Кажется, сильнейшие личности и блогеры этого похода уже определены. Это вот Олеся. Она не так давно... Я создатель. Да, она создатель. Она про отец. Про мать. Не так давно она купила у Абвгата рекламу своего канала. Канала Новатур. И вот спустя, совсем недолго, все как бы вот уже организовалась даже поездка. То есть канал резко выстрелил. Там все, бизнес у всех попер. И мы вот как бы даже уже группой приехали все сюда за счет этого как бы. Ну короче, очень эффективно. И Абвгат прорекламировал канал. И что как бы все, охеренно сейчас стало. Ну то есть не так давно. Говорю, буквально там полмесяца прошло. И все выстрелило. Короче, и вообще жескач начался. И все. И даже теперь Новатур как бы за счет... Ну с помощью этого организовал вот такую поездку для блогеров. Так, от организаторов возникла какая-то замануха. Нам надо сейчас типа всем выйти, разбестись по парам. Жребий определил кто с кем. И надо ехать автостопом куда-то там хрен знает, куда хрен знает, зачем. Зачем надо, что там? Ну там хаджокская теснина. Да. В общем туда надо ехать, там все смотреть, снимать. Я все бегло сниму. И мы всех обхитрили, пошли навстречу машинам движущимся на нас. Чтобы первыми типа машину поймать, правильно. Все пошли куда-то вниз по пути типа. А нахрена, ну неправильно же это. Мы как бы первые сядем на тачку типа. Потому что пошли навстречу. А БВК-2 сработало. И мы первые, наверное, я. Кому это удалось? Нам не привыкать. Каждый раз, когда едем, можно посигналить и передать привет. Это тоже блогеры. У нас уже ваша семья. У нас веба сдали. Нормально. Я вот тут увидел подъемник. Прям вообще такой в лоб, в гору. Неужели спуск на ту сторону? Вот непонятно мне. Да он работает, более того. О, люди едут. Нифига, может поедем? Да, да. Я мне показал, что... Короче... А, он сидел, но еще точно сидел. Да, я понял тут одно. Здесь... Ну, короче, леса жиденькие, как я вот вначале говорил. И так, походу, везде, короче. Ну, и везде вот такие горы, скалы. Неплохие, в принципе, дороги. И всегда жарко. Ну, то есть, как бы юг. Реально юг, короче. Но с тайгой не имеет ничего общего. Это я понял. Если я дальше буду убеждаться в этом, я как бы об этом расскажу. Ну, потому что все те, кто выпендриваются, что, мол, вот там то, сё, поход в Крыму, там вот эти все. Это все, короче, я так понял, фигня. Андрей, конечно, это не тайга. Конечно, не тайга. Но просто, когда люди выпендриваются мне, и я понимаю, что несут чушь, и они со мной спорят. Все, кто вот здесь, короче, привыкли ходить, в тайге просто умрут. На автобусе. Поймали. Бронетранспортер. Ну, здесь стоит. Вот куда нам надо было приехать, мы приехали, и вроде бы, как даже первые. Ну, как еще могло быть в АБВ-гадстве? Ну, я снимать не собираюсь, как бы, мероприятия. Я просто, как бы, вот так. А вот еще добрались. Короче, вот какая-то там теснина. Реально жуткое место. Очень высоко. Я прям подошел и как бы сразу очканул. Ну, реально высоко, потому что абзац просто. Река Белая. Теснина. Теснина – это место, зажатое в тиски, как прижим. Ну, достаточно любопытное, естественное такое образование. Прикольно. Вот, как известный видеоблогер рискует перелазить через перила ради хорошего кадра. Славы. Славы подписчиков. Ну, и вообще просто рискует, как бы. Раз рискует, значит, хорошо. А я уважаю риск. Разумный. Вот куда надо Хариуса запустить, чуваки. Реально Хариуса бы. Он бы здоровый здесь вырос. И запах воды. Запах сырых камней и воды. Офигенно. Забавное место. Очень сильно напоминает джунгли Таиланда. Точнее, не джунгли, а какие-то такие места. Еще очеловеченные. Но вот, где-то эти какие-то скалы, скальник и такой лес, такой странный. Очень похоже на джунгли. Это все на этой тиснине. Реально джунгли. Вот эти самые штуки, которых я показывал. Вот они висят на деревьях. Если так вверх посмотреть, вон видно еще они вот здесь. Вот. Ну, как пиявки, короче. Они достаточно высоко идут на дереве. Ну, хреново видно. Ну, вот, я говорю, прикол. Какие-то штуки и эти ракушки прям ползут по дереву. Отжиг. Труба загорная. Лекции тут какие-то. Труба загорная. Пожрать ем на нее. Лежит груша около какого-то странного дерева. По нему ползает еще оса. Ну, это я, короче, думал ее подобрать. Ой, так вон дофига груш, короче. Вон еще груша. Это реально груша, что ли? Ни хрена. Я сейчас, короче, буду смотреть, если увижу, что это груша. Да, вон, все груша. Вон, ни хрена. Сейчас я тут насобираю груш. Так вот, это база горная. А с нее все тридцатки, короче, с нее ходятся. То есть народ сюда приезжает, здесь живет, тусит и идет на этот тридцатый маршрут. Нам сейчас тут просто понарассказывали там страхов, что сейчас уже не сезон, можно встрять. Ну, как бы это нормально все это, правильно, что рассказывают. Взял двойную порцию гречки и шесть кусков мяса, типа шашлыка, на этой базе горной. Ну, мы здесь сейчас вот принимаем пищу. И сейчас я, короче, соберу пару груш. Те, кто видит в этом истинное богатство, вот в этом лайкайте. Нет, я считаю супчик, конечно, надо есть. Павильоны всего. Так, в галерее прикладного искусства я нашел виноград. Я впервые в жизни вижу растущий вот так дикий виноград. Можно одну ягодку я возьму? Да не можно, я просто... Сорви ветку. Не, я хотел бы просто попробую это вот. Это Изабелла. Твои, кошечки? Он совсем не такой, как в магазине. Пойдем, будем ходить еще. Это просто вообще супер тема, реально. Ой, слива на меня сейчас, если упадет, то я упаду тут же на нее и буду ее есть. Нифига, я никогда не был в таких местах. Видите, что у нижнего волоса дыма встали. Это приют волхвов. Вот так волхвы собирались. Здесь некие бодяжили что-то, лекарства подавали. Вот смотрите, каменевший мозг, смотрите, череп медведя настоящий. Нет, нет, жесткая. Это, мне кажется, самая интересная выставка. Окаменевшие мозги, посмотрите. Печень окаменевшая, почка окаменевшая, видите, страсит мне. Реально. Просто чудес. Посмотрите, вон настоящий череп медведя, а вон зубр настоящий, пуля во лбу. Вот я в тайгу теперь не смогу ходить, вот этого всего, осмотревшегося. Нет, серьезно. В общем, едем на конях. Еду первый раз. Ну, ноги слегка как бы напрягаются. Ну, так себе. Ну, надо, конечно, больше экшена. Даже в первый раз. Люди в конях разбираются. Ну, как бы плотно этим занимаются. То есть, можно ехать и пробовать. Особенно любителям. Здесь есть где покататься. Там вот я кого-то сзади снимаю. Видно слезы из глаз, по-моему, нет? Нет? В общем, все нормально. Ссылка будет там в описании. Как бы можно ехать, как бы пробовать. Много снимать не буду, потому что неудобно элементарно. Жалко, у лошади нет стабилизатора. Потому что подтряхивает. Вот я сейчас снимаю. Подтряхивает как бы. Картинка прыгает. Ну, когда еще Абвгата можно будет увидеть на лошади? Как бы непонятно. Думаю, что никогда. Вот. Вот этот вот господин ругался, что я плохо... Ну, мало снимаю его на коне. Ну, конечно, что неудобно. Ну, конечно, неудобно. Кони сейчас стоят. Мы стоим на подъеме. После ручья кони пили. Все дела. Да, и все сразу стали снимать. Потому что без палива на стоящем коне можно полегче поснимать. Ну, так занимательно достаточно, да, конь? Вот по этим кадрам можно понять всю суть Адыгеи, короче. Горы, реки, лес такой, ну, своеобразный. Ну, и как бы вот так. Вот она, Адыгея. Вот реально. Вот все. Если вот кто-то кого-то спросит. Был в Адыгее? Все, можно смело, короче. Был. Вот. Ну, понятно все, короче. Можно сказать, что был, реально. Так, мне нужна такая фотка. Так, кратко итог. Первого, не походного, не категорийного дня. Получше узнал людей, ребят, с кем мы были. Там, покатались на конях. Посмотрели эти щеки прижим. День исключительно пока положительный. Положительные эмоции у меня оставил. Время у Красноярского сейчас 12 часов ночи. Тут пораньше. Спать уже хочу. Сейчас иду ужинать. Заряжается аккумулятор уже вот на вход. Так, что я хотел сказать. Ну, вообще, все, короче, пока все ребята, все прикольные. Все активные, все подлечивают. Как бы все ништяк. Завтра там какие-то пещеры. Ну, мне этого не очень хочется. Ну, да ладно. Первый день, как бы, вот такой прошел. Хорошо. Жду ночи, чтобы реально покайфовать в спальнике. Он очень твердый, толстый. Мне сказали, что это у меня самый теплый спальник из всей компании. Короче, в этот раз я собрался как мажор. Сегодня второй день или третий день. Какой сегодня день, не знаю еще. Второй или третий. Хрен знает. Третий или второй день, короче. В Краснодаре. Ну, со мной договорился о встрече зритель, короче. Подарил мне вот такую бутылку легкую на 16 ОЗ для воды. Подарил мне, короче, канистру. Сейчас ее найду. Вот такую канистру на 7 литров для воды. Ну, это вот же, конечно. И две банки местной тушенки или там, ну, какого-то мясосодержащего продукта, короче. Вот такого. Вот. И я сегодня... Ну, мы сегодня едем с одной ночевкой в пещеры. И у нас будет сплав. Так вот, я что рассказывал. Розовая бутылка. Вот этот розовый красный рюкзак на вату. И я, короче, вообще как мажор какой-то выходит. Ну, хрен знает, я бы в жизни бутылку не взял, но сейчас буду как бы прикалываться, вот ходить с ней, брать. Не очень удобно, потому что у меня плавный подъем есть. Рюкзак, на удивление, очень быстро подогнал под мой рост. Ну, новатур как бы умеют, ну, видимо, делать все же. То есть, ну, реально, он висит на бедрах. Я ему свободы поменьше дал, вот эти лямки подзатянул, вот эти тоже. Ну, и нормально. Широченные лямки тут вот все смотрят. О, широкие лямки, широкие лямки. Так, второй этаж. Вот поднимаемся оттуда на второй этаж. Бык-бык-бык здесь такие, проходим, вход. Это я, ну, показать, что за дом. Вот тут я спал. Здесь вот слева ничего нет, носки сушатся мои, висят. Вот такая комната, вот это, видимо, стена отопительная. По ней, может быть, труба проходит или вроде того. Ну, и она вот здесь как бы, то же самое, вторая комната с двухспальной кроватью с этой стороны. Тут шкаф, ну, это как бы, чтобы все было понятно. Есть телевизор. Диван складывается на два места. Туалет. Есть бойлер. Туалет ванн. О, а что свет не горит? Нет, горит, все. Вот. Единственное, мне не понравилось, что очень здесь мало места и неудобно. Душевая. Душевая работает, все шикарно. Вот нагреватель, раковина. И вот зеркало есть. Ну, реально, не знаю, как бы, очень все хорошо, потому что я дважды уже мылся, как бы, вообще, просто супер. Первый этаж очень похожей планировки. Вот первый этаж. Нифига, у тебя здесь прям печь, можно спать на печи. Ничего, да, что я тебя сниму в таком неприглядном виде, как он блогер. Нифига себе. Нифига себе. Нифига себе. Нифига себе. Нет, леопардовое покрывало, вон там лежит, пожалуйста, можно, а ты на печи не пробовал спать? Я даже дров не вижу, чтобы не топить. Мебелью. Точно. Короче, я утеплился, потому что дубак в пещере и здесь дубак. Мы там поднялись метров на сколько-то, неважно, ну, короче, то, что дубак, это точно. Вот так. 200 метров поднял. 200 метров, ё-моё, у меня уже здесь, как бы, не по себе от прохлады. И вот все здесь собрались и пойдём. И вообще лечить нечего. Здесь, я говорю, эмоции никакие не передать. Просто вот группа. Я вот хочу в туалет, сейчас надо найти здесь сортир. Вот эмоции уже пошли. Вот она, самые главные эмоции. Ну, главный контраст, вот картинок, рюкзаков, там всяких, вот эти цвета, вот подсолнухи, они доставляют удовольствие смотреть. Вот тут люди, женщины, мужчины. Просто, короче, лечу. Ну, здесь очень удобно всё организовано. Здесь вот шашлык можно поесть, тут же побухать вон там на террасе и идти сразу на батут. Это очень прикольно и весело. Это колодец, короче. Потом поднимаешься вот здесь, идёшь вот здесь. Кстати, я хочу вот здесь пройти реально. У нас будет мешок какой-то. Да? Ну, вообще отжиг. Осталось набухаться, попрыгать на батуте, по лестницам вот этим ходить, вот по проводам. Вот здесь можно тоже вон там. Ну, это прикольно, кстати. Я вот давно, я всегда это вижу, вот такие парки от развлечений. И всегда как бы хочу по ним походить, но там как бы возраст, там стеснение, вот это всё не даёт. Так, короче, я пещеру снимать не стал. Здесь всё одинаковое. Вот прекрасные сталактиты, сталагниты. Там вот висят они сверху. Ну, короче, фотографий полно. Показывать не о чем. Везде всё так вот подсвечено. Ну, как бы всё, пещера, пещера и пещера. Я просто не любитель пещер, и как бы хрен знает вообще. Короче, я пока жопу мял, переодевался. Переоборудовал несколько рюкзак. Ну, народ подсвалил, как бы это пофигу, я их догоню сейчас. Ну, вот мы вдвоём, видимо, переодевались. В чем суть? Суть настроить нормальный рюкзак, пока мы не пошли в основной маршрут. Собственно, посадка на бёдрах. Длина лямок, длина спины, длину спины я дома, ну, на базе поднастроил. Лямки, ну, лямки понятно. Свободу рюкзаку я по минимуму дал, потому что иду по асфальту, охота, чтобы он пожёстче сидел. Ну, это я просто рассказываю, что, ну, при выборе рюкзака как бы надо по-любому заморачиваться. С посадкой, с настройкой, именно уже в походных условиях. Ну, то есть, для меня сейчас это первоочередное, потому что, когда у меня были первые мои рюкзаки, я ни хрена не соображал. Мне никто не подсказал, что там 70% висит на бёдрах. Это очень важно, это целиком и полностью отразится. Понравится вам поход, не понравится. Потому что, когда у меня на Тайдоне, вот, лодка забирала, был маршрут, вот тогда я всё проклял, потому что рюкзак был тяжёлый. И он как бы висел на плечах, плечи отдавливал. Сейчас такого нет. При том, что у меня спальник почти 2 кило. Палатка 4, наверное, с чем-то кило. Какое-то шматьё. Ну, честно сказать, я вообще вес не замечаю. Хер знает, короче. Просто он, видимо, низкий. Взвесить возможности нет. Ну, всё равно, блин, должен висеть на бёдрах, короче, и тому подобное. Я вот не пойму, я иду вдоль дороги. А это что, кленовый лист, что ли? Это что, клен? Я что, в Канаде, что ли? Её по мать. Ни хрена. Ну, клен, по-моему, там он трёхлистный. Или это конопля трёхлистная? Офигеть, что-то всё в голове перемешалось. С чем это может быть связано? Короче, какой-то человек мне когда-то писал название этого мха. Я его яростно пытался запомнить. Ни хрена не запомнил. Думал сейчас повыпендриваться, но просто не вспомнил его. Забавно, что берёза у дороги и вот эти вот у неё... Ну, видно, да, что вот прям эта странная берёза. Никогда на берёзах такой активности этого мха не видел. Причём только вот в начале. Ну, хрен знает. Просто прикольно, что вот она необычная. Причём у них берёз здесь мало, они вот такие странные. Вот что будет с туризмом через 50 или 30 лет. Все будут ходить только по дороге. Вот будет вот так. Так вот, чтобы этого не произошло, я... демонстрирую и выкладываю свои видеоотчёты о одиночных пеших маршрутах в центре Сибири. И вот на днях мы пойдём в этот поход, в 30 маршрута Адыгея, через горы к морю, чтобы продемонстрировать, что дикие маршруты, ну, в меру дикие, конечно, не такие дикие, как у меня. Как об этом не сказать? Они должны быть, и они прикольные. Во всяком случае, тогда, когда ты уже дома, на диване, отдыхаешь, они кажутся прикольными. Как же стабилизировать-то, чтобы вот так сильно не тряслось, когда я иду? До момента догоняния блогеров, с тех, которые вырвались вперёд, 3-7 минут. Ну, такой разброс, потому что я могу остановиться, отлить. Тогда на 3 минуты они уйдут. Дошёл до какого-то свёртка, не знаю, как бы мне вот эту пещеру-то не пройти, если бы я был уверен, что указатели на неё. И это не она, я бы дальше пошёл. Все, кто болеет за обувыгадство, все лайкайте, потому что вот остальная группа. Ну, я не то, чтобы там пытался выёбываться и там лишь бы от всех убежать. Просто, наконец-то, я могу ходить. Что-то не видать никого уже достаточно давно, ё-моё. Наверное, они решили, ну, на привал, что ли, стали отдохнуть. Ну, я сейчас тоже здесь, как бы, туда не побегу обратно. Замучу здесь свой привал. Короче, вообще, все лохи, и мы почему-то уже едем на машине. Нет, ну чё мы связаны. С чем это связано? Я не знаю. Я забрала. Потому что мы долго шли, и нас пожалели. Нас сначала потеряли. Кто вас пожалел? Где? Кто этот человек? Кто-то звонил, Олесь, нас потеряли, и нас пожалели. Нас просто говорило ждать людям, а они не потеряли. Ну, короче, это непревозмогание пока, ну, ладно. Зато нас на тридцатке некому будет подвозить. Короче, вот дольмен, это какая-то известная, мистическая, никому не понятная штука, никто не знает, что это, для чего они. Ну, это какой-то размер такой, ну, нестандартный, они обычно под землёй, и сверху крышка, но это какой-то весь разваленный. Вот там дыра. И, типа, никто не понимает, и все ходят на них, смотрят зачем-то что-то, как бы, дольмен, дольмен, вот я показал, больше реально на него смотреть смысла нет. Почему? Блондинка, вот. Вот так будет, как сладнее. Один из склонов, вот если сейчас камеру горизонтально держу, там такой прикольный склон под углом, здесь буки, ну буки, деревья, ещё какие-то деревья, и здесь, как бы, вот она типичная, вот как я уже говорил, растительность, короче, скудная. Которая так нравится Диме Зайцеву. Ну, абзац, короче. Ну, вообще, здесь можно везде идти, я говорю, ничего общего с тайгой, поэтому люди, кто вот к этому всему привык, я бы не рекомендовал ехать в таёжные условия, потому что там можно будет помереть. Там невозможно просто ходить по сравнению вот с этим. Потому что высокотравье, высший рост-то обычно, и мощный булелом. Поэтому теперь мне вообще вдвойне начихать на то, что мне пишут хейтеры и им подобные, о том, что там, как бы там, ну, вообще обо всём, короче, начихать. Короче, реально скажу, начался интересный спуск. Он очень такой крутой, каменистый, даже металлические тросы вот натянуты, чтобы за них держаться и спускаться. Ага, и меня сносить, и видео уничтожать. То есть здесь вот так вот, круть, такая неимоверная. Ну и достаточно, как бы, увлекательно спускаться. Единственное, что плохо, что нас как бы много и всех сразу не снять. Не, ну места забавные всё-таки есть. Вот это типа водопад. Потом, если будет не лень, вставлю фотку, как там ещё его видно, верхнюю его часть. В воде плавают головастики. Я видел несколько штук. Короче, снимаю по 45 градусов вверх. Требуется, как бы, ну не требуется, но она желательно, верёвка, чтобы прикольно спуститься. Короче, этот маршрут определённого надо пройти, но он интересным становится только в конце, видимо, спуска. Что за маршрут вообще, кстати? Вот без рюкзаков бы здесь полазить, вообще по приколу было бы. А ещё лучше снизу, я бы вот снизу вообще с радостью прошёл. Прям реально охеренно бы было, если снизу ломить. И вот тут опять каскад такой водопада. Он такой унылый, но он очень красивый, монолитные скалы мне нравятся. Что-то в этом есть. Вот где палочники идут. Ну, которые форсят палочки, вот эти вот ходовые, блядь. И вот где все те, кто их не форсит. В том числе во главе, ну не во главе, а со мной вместе. Поэтому не покупайте палки, они сделают из вас медленоходов, короче, нереально. Короче, вот этот маршрут, который мы шли, он закончился. Нас посадили в автобус и привезли на берег реки Белой. Это мы уже сами здесь нашли баню. И мы сейчас ищем место для стоянки, потому что ночевать мы будем на реке Белая. И вот охерительное место, ну реально. Вот лучше, кажется, не могло быть. Сейчас вот туда идём. Ну, 50 метров осталось. Во, вот так лес. Я говорю, меня поражают вот эти леса. Они пустые, они какие-то безжизненными кажутся, реально. Ну, я всё сравниваю исключительно с сибирской тайгой. С тайгой Алтайской Республики и Красноярского края Кемеровской области. Короче, где-то вот здесь сейчас мы затусим. Тут же река Белая. Сейчас подойду. Видимо, вот валуны, тоже баня была. И вот река. Река и, ну понятно, да? Ну всё, особо больше показывать нечего. Река вон там из голуба, ну или зелень у неё отдаёт. Прикольно. Местные говорят, что берут воду прямо из реки. Ну и все остальные. Я знал, что я не узнал, что это за палатка. Она как-то называется там по-хитрому. Я вот просто, я как бы вот ставлю палатку первой. Все что-то ходят, жопу мнут. С камерами, да, сидят. А я уже фигашу, короче. Мне просто любопытно. Это ж, типа, моя палатка будущая, я так надеюсь. Мне хоть её посмотреть. У меня, кстати, во всех палатках, Олеся, у меня во всех палатках умирал сразу вот этот чехол. Её когда вот так запихиваешь примерно, он рвётся. Так надёжный? Убирает глаза. Наверное, ненадёжный. Короче, фигашут тут на Кавеевских горелках. Две горелки, греют один котелок. Ну это как бы хитро, конечно. Ну и вроде тут все разбираются, но у нас она пыхает периодически, всё. Да, будем варить томатный суп. Я бы такое в поход, конечно, не взял, ну потому что я мазохист. Томатный суп. Как хрен знает. Ну, короче, типа, это что такое, сублиматы, типа, да, или что? В смысле, ну как сублиматы? Томатный концентрат это просто сушёные томаты, рис, сушёные овощи. Если мы перевернём, попадёт. А в чём суп-то вообще заключается? А если он стоит в ресторане? Суп. Ну, короче, надо брать и пробовать, в общем. Просто я так думаю, что есть что-то среди этого достаточно вкусное. И на что можно подсесть. Выкинем в реку его туда. Реально фрагменты быта. Самые натуральные. Такая возня. Кто-то возится там, чем-то занимается. Ну, как-то вот погода благо позволяет, если бы сейчас там ушёл дождь, какая-нибудь жопа бы была. Ну, не было бы такого умиротворения, такого лёгкого. Ну, превозмогания-то особо сегодня не было. Было превозмогание, нет? Чуть. А где оно было? Ну, с канатами там. А, да нет, это не превозмогание. Это как бы так, для фана там, поугарать. Что там показывать? Да, какие-то рожи. Рожи. Вот здесь в мешке, в Новотуровском, в гермомешке, вода как бы. В нём мы будем кипятить. Вот он лечит адский. Короче, яростно лечит. И мы уже с ним поговорили. Сегодня он говорит, Нива, говорит, тема. Ну, я как бы Нивы-то люблю. Но он знает, как бы, что сказать. И запах реки, кстати, что удивительно. Такой же, как у нас, на обычных сибирских рек. Вот это запах тины речной. Офигенно, вообще, реально. Ну, как бы, ну, родные запахи. Они очень добавляют какое-то, я не знаю, спокойствие, что ли. Ну, я так далеко там от Красноярска, хер знает сколько. Вот эти родные запахи. Кажется, что я на своей там речке, на Урюпе, короче. Ну, вот так. Офигенно, в общем. Ну, это иллюзия. Короче, мы разделились на два лагеря. Одни, как раньше было, одни палочники, одни нет. И теперь, кто хочет сразу чай, а кто хочет суп, короче, ждать. Хороший напор. Чай, вот, чай. Мы все голосуем за чай. Дров вот заготовили. Минут 15-25, наверное, ушло вот это натаскать. Тут метров 200, наверное, на берегу был плавник. Единственное место, ну, видимо, далеко люди туда не ходят. Мы вот принесли тут. Ну, я там, Дима, обзорщик-то, ну, это самое. Ну, вот тут все готовят, есть. Пока мы готовили, кто-то пропал. Думаю, куда пропал? А он дроп насобирал. Ну. И плечо ободрал адски. И, наверное, морду. По-моему, сейчас он больше 4. Каша из топора, томатный суп съели. Все рады, нет? Суп нормальный, да? Короче, суп ништяк. Ну, я вот еще гречку варю, как бы, потому что я реально не наелся. А что ты рис-то с рыбы из каши из топора не взял? Ну, если бы я вспомнил о нем. А пока гречка. Все, поужинали. Я поужинал гречкой дополнительно, бахнул чаем. И мы сейчас с Борисом валим в магазин. В трех километрах здесь магазин. И туда-обратно. Просто купим там. Я хочу колы, например, бахнуть. Шоколадок купить. Ну, на маршрут, потому что тут как бы мало выделяют шоколадок. И я хочу купить свою. Нет, дайте мне, пожалуйста, у меня работа была абсолютно не связана с ним. Короче, мы сейчас тут с Борисом сходили за минералкой. И я вообще не собираюсь ничего здесь снимать, короче, честно скажу. Вот дымится поварешка, это нормально. На кипяток, все дела. Тут разыгралось девиантное поведение. Кто-нибудь посвятите сюда, пожалуйста. Я свечу, свечу. Подожди, подожди, а где минералка-то? О, шуй туда GoPro. Суй камеру. Ребят, смотрите, я им вскипятил воды, потому что они вообще ничего не умеют делать. Теперь я их кормлю. Без меня просто они бы умерли. Короче, все это шляпа. Я поставил котелок, и они все не хотели, чтобы он стоял. Не врите, вы видели, что делал котелок. Он стоял, плакал. Уберите! Я говорю, блядь, отойди от котелка, он не упадет. А они все такие, о, блядь, упадет, упадет. И сняли его, короче, ну, ё-моё. Вообще, никто не доверяет обаугаску. Я спас всю группу. Вот так вот, следующий день. Вот так вот лежу, уже достаточно давно. Просто лежу и вот так смотрю в потолок. Смотреть в потолок палатки достаточно прикольно. Вот я просто ее изучаю, там смотрю, думаю, вот как там, движение воздуха, там, конденсат, как они происходят. Ну, просто, короче, прикольно. Я все сделал. Оно доброе теперь? Да. Костер горит, вода закипает. О, нифига. Слушай, а что, на костре все же в очередной раз, да, котелок загорает? Да, потому что у нас нет газа. Вот такие дела. Супер. Я за костер. Был изначально. Но, руководитель наш сказал, что котелки нельзя на костер. Они замараются. Они не предусмотрены для костра. И поэтому это был, как бы, такой спорный момент. Но победил, победило оба богатство. Котелок на костре. Хе-хе-хе. Вот так выглядят блогеры, которые еще совсем недавно были под рюкзаком. Шли, спускались с помощью веревки по крутому склону. Матерились. Кто-то превозмог, кто-то нет. Вот так взяли они паузу. Манут жопу с утреца. И скоро снова попрут. Ну, это так просто, я подлечить слегка, как бы, с утра. Там вот костер, потому что даже видно. Вот КСО ходит. Ну, я его парня называю, или Кассиди. Потому что я не могу запомнить его настоящее имя. Потому что оно у меня ассоциируется с персонажем из Fallout 2. Кассиди. С города-убежища. Которая идет с тобой. Ну, короче, это так. Игроманы лайкайте, короче. Вот. И утро. Мне казалось оно пасмурное. Но сказали, что солнце еще не вышло. В чем офигенный плюс? В том, что я живу, стараюсь жить по красноярскому времени. Во всяком случае, к сожалению, не могу ничего сделать. Я просыпаюсь по режиму. Примерно в 8 с чем-то я уже больше не могу спать, короче. Так, я убирал пока палатку. Сушится тент. Ну, вот так, экзотическим способом. Так. Тут все подтачивают кашу. Ну, это что за мусор там? Это не мусор, не изюм. Кошечка казачья. Мусор какой-то. Короче, сейчас буду пробовать кашу, потому что ее хвалят. Мне вчерашний суп как бы, ну, зашел, но не очень. Сейчас я попробую эту кашу, что-то тема. Ну, да. Сладко. Вкусно. Это вот эта самая каша из топора, набор ее ассортимента. Ну, это, кстати, вкусная. Попробовал? Да, но я уже сказал, что надо зашибись. Ну. Еще есть масло. Сейчас в Красноярского времени 12.20, а местного там что-то 8 или 9. И я иду показать, где я вчера ходил вброд по реке, когда искал дрова, как мы только пришли в это место. Ну, все отдыхали, а я как бы не могу просто отдыхать, сидеть. Я пошел вверх по реке смотреть, где можно дров замутить. Этот лес для меня совсем незнакомый. Я не знаю, что здесь горит. И когда обращаешь внимание на деревья, пытаешься понять, сухие они или нет, не всегда с первого взгляда удается понять. Потому что они внизу кажутся все сухие, они вообще все без веток и без листьев. А вот наверху могут быть какие-то жиденькие веточки с листьями. Ну и все, понятно, что оно свежее. Вот. Поэтому я вот так вот походил, все это определил, ну понял, что хрен там ты найдешь, короче, сухое дерево. Притом, если даже оно мертвое, оно такое высокое, оно здесь просто не упадет, короче. Оно застрянет в ветвях и будет стоять. Где-то я это видел, кстати, здесь. Ну это не важно. Вот, например, вот. Вот оно поваленное. Вот оно кажется сухое, но его невозможно свалить, потому что оно все застряло в ветвях. Потому что очень высокие деревья. Я вот сейчас иду показывать, где я нашел перекат. Я пошел в сланцах, которые купил в этих во Вьетнамках задешево. Вообще, ну, пошел с шестом, просто тут же выломал шест там же на берегу и стал переходить реку. Реку я хотел вон там плавник на берегу, сейчас покажу. Я хотел его перекантовать в речку, привязать к нему веревку и сплавом его вот так по реке довести до нашего лагеря. Ну, у меня почему-то идея фикс такая возникла. Но проблема в том, что, я говорю, в сланцах, в этих во Вьетнамках, вон там я так подстрял. Они сразу мне все послетели, потому что они поразобрались. Ну, там они так по-дурацки устроены, что они разбираются. И на середине реки, где воды примерно чуть выше колена, мне пришлось сланцы снять и уже босиком ломить туда. Ну, я бы там побродил, короче, поугорал, в туалет еще сходил. И, короче, назад пришел. Ну, запах реки офигительный, вот сейчас. Я люблю очень передвигаться по камням, вот так. Ну, как бы я предчувствую, какой камень как пошевелится, ну, в большинстве случаев. И очень быстро получается переходить. Ну, достаточно безопасно, на мой взгляд. Следующий день. Катались сегодня на рафте. По реке там, по Бурной, по Горной. Мне не понравилось. Во-первых, я сидел впереди, греб сильно от души всегда. И жопу все время морозил, ноги в морозе. Ну, короче, на любителя дело вообще. Приехали в парк. В какой-то экшн-парк, экстрим-парк, короче. Везде, где мы были, было достаточно увлекательно. Ну, рафтинг, если кто-то любит, то оценил бы. А я вот не люблю. Вот такие дела. Абвгат, блогер под рюкзаком. Ну, меня заставляют это говорить, но, действительно, сейчас это стоит, как бы сказать. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Вощринский. Короче, все закончилось. Проехали туда-обратно, и плюс там походили охеренным таким путем прикольным, страшным. андрей ну как новое ощущение как бы стоит реально могу точно сказать что стоит но тем кто как бы сном пара кадров может отказаться наверно лучше не идти потому что там можно засаде не пойти дальше это точно знаю не 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 ну где-то вот там есть такое место перед лестницей мне стало очень страшно еще вот так и вот они просто и такой вроде бы наклонился градусов на 30 отрицательный уклон все правильно плюс вот еще снимаю здесь указатели на то что здесь еще есть дачные домики там какие-то кафе там 4 ну короче все есть ну и честно сказать рекомендую но это вообще нисколько не преувеличиваю там это не рекламная хрень рекомендую так вот съехать там вернуться обратно и при том при этом ну нам по скале там прям по вот там по отвесной полуотверсной скале надо короче проходить прям фигашишь ну для тех кто сильно реально боится высоты кто там до речи теряет я бы это не советовал потому что это реально как бы очень впечатляюще парк называется не шоку и Продолжение следует...